приветствую уважаемые трейдеры что ж сегодня мы с вами поговорим о таких вещах как какой таймфрейм выбрать для внутридневной торговли что такое торговая стратегия как правильно описывать также что делать с международными фьючерсами такими как фьючерс на газ на золото на серебро на нефть а какие из них анализировать на российском рынке в кике либо международные и также что делать новичку на рынке криптовалют первые и правила что ж досмотрите видео до конца и вы увидите подробные ответы на эти вопросы итак погнали итак начнем с выбора таймфрейма для внутридневной торговли мы лично используем трехминутный таймфрейм многие заинтересуются да почему такой нестандартный трехминутный на самом деле он такой же как и остальные в плане стандартности и изначально мы с дмитрием черемушкиным в далеком там 2010 2011 годах начинали торговать именно на минутном таймфрейме как наиболее таком мелком доступном в кике на московской бирже и потому что ликвидность позволяла протаскивать даже на мелких таймфреймах большие объемы также на российском рынке на тот момент была достаточно высокая волатильность постоянно высокая волатильность и такой небольшой таймфрейм помогал как раз таки соблюдать правила риск менеджмента для внутридневной торговли и при этом рассчитывать на хорошее движение то есть свечки могу вам показать у меня много слайдов тех лет свечки на минутном масштабе иногда достигали размерности 300 400 пунктов по фьючерс на индекс ртс это достаточно много поэтому если бы мы тогда торговали на 5 минутном таймфрейме то мы бы не смогли просто соблюдать риск менеджмента чтоб лоссы вырастали бы они растут вслед за уровнем волатильности естественно значит вот такой был момент интересный был период торговый затем в связи с тем что волатильность немножко начала снижаться мы перешли на следующий таймфрейм доступный в торговом терминале это трехминутный таймфрейм вот ну в общем то пятиминутный мы тоже пробовали но пятиминутный на российском рынке не всегда подходящий безусловно иногда можно им торговать но часто бывает так что пятиминутные свечи очень уж высоко волатильные очень большие и просто но невозможно там при соблюдении риск менеджмента внутренней торговли оставаться в нормальных позициях выбивает ну то есть если убивает то убивает сразу по крупному поэтому как бы мы попробовали минутный попробую пятиминутный внутри дня но и в итоге остались на трешечке как некая средняя вот на нем и торгуем но это не панацея как бы да то есть все зависит от ваш торговой системы все зависит от в общем-то тех как бы выбранных тейков стоп лоссов которые вы берете для себя при торговле кому-то найти на криптовалютном рынке есть даже секундный таймфрейм каждая сечка секунда то есть и в тиковый график в да кто-то пытается торговать на нем кто-то пытается торговать по стакану используя скальперские приемчики тогда безусловно будет минимальные таймфреймы но если вы хотите соблюдать как бы систему и чтобы быть в комфорте самим собой чтобы не выходить за рамки до своего ощущения комфорта в торговле да не падать станет тильта для этого нужно совершать сделать поменьше моя вам рекомендация и для того чтобы совершать сделать поменьше как раз таки используется таймфрейм побольше потому что тогда вас генерируется меньше торговых сигналов то они более надежные как известно поэтому берите таймфрейм 3 или 5 минут и торгуйте внутри дня дорогие друзья если вас давным-давно интересовал трейдинг но вы не знали как к нему подступиться мы вам поможем по ссылочке по данным видео регистрируйтесь на наш бесплатный вебинар по рынку по трейдингу на котором я вам подробнейшим образом расскажу как мы торгуем чем мы торгуем в каком ритме и режиме мы торгуем покажу вам кейсы моих учеников которые достигли классных результатов также покажу вам сделки и более сложные где понадобился некий опыт который трейдеры накопили прежде чем с этими сложными ситуациями на рынке грамотно разобраться конечно же покажу как мы торгуем чем мы торгуем пару приемов технического анализа как мы анализируем рынок перед началом торговли и что мы делаем после торговли обязательно домашнее задание и анализ ваших результатов следующая тема такая в случае торговли между народными фьючерсами такими как на нефть на газ на золото на серебро какой смысл анализировать графики наших фьючерсов торговых кейки может стоит анализировать на базовом активе тут момент такой неоднозначный смотрите есть вот мнение да и рекомендации мнение следующее безусловно международные фьючерсы важны но вы должны понимать что нет такого что вот есть фьючерс торгуемые на российском рынке и какой-то такой глобальный фьючерс на международном рынке на который который как бы торгуют все фьючерс на нефть на газ золото серебро и другие товарные фьючерсы торгуются на различных биржах мира то есть торгуются и на американской бирже торгуются на европейской бирже торгуются на азиатских биржах различных то есть очень много где по миру торгуются данные активы единый нету есть наиболее крупный наименее крупной единый нет поэтому в целом наши бирже тоже не маленькая обороты на ней еще там год назад были достаточно большие очень большие особенно торговли нефтью значит на текущий момент времени там на двадцать третий год поменьше но тем не менее я считаю что нужно анализировать первую очередь тот график того актива которым ты торгуешь потому что те трейдеры которые на нем торгуют они ориентируются на график цены который образован той бирже на которой они торгуют напоминаю что такие фьючерсы да как нефть там газ другие ряд других есть бирже вот как раз таки в трейдинг ю представлены западная сша в первую очередь которые торгуются практически круглосуточно с небольшим перерывом ночью это значит что у вас там будет больше графика больше торговых часов больше как бы уровней ночных у нас бирже работает опять же на двадцать третий год время в разные годы немножко менялась но текущий момент бирже работает на срочном рынке с 9 утра до 10 утра дополнительная утренняя торговая сессия затем с 10 утра до 18.50 основная торговая сессия с клирингом в два часа и с 19.05 до 23.50 уже вечерняя дополнительная торговая сессия то есть фактически можно сказать с 9 утра до 12 ночи потом у нас как бы перерыв а у них торгуются но когда вы утром приходите у вас каких-то уровней здесь нет там допустим есть но как вы себе представляете заходить допустим в нефть или в газ от уровня который на вашем графике в терминале в котором вы торгуете на бирже на которой вы торгуете не существует к примеру на международном фьюче есть а в крыке нет и у трейдера в такой ситуации у каша в голове будет поэтому смотреть на одну биржу торговать на другой это плохая идея поэтому здесь вам нужно определиться я считаю либо одно либо другое либо вы торгуете по правилам нашей биржи тогда ориентируетесь на все те уровни которые на нашей бирже в торговом инструменте вырисовываются поддержки сопротивления линии тренда и так далее их считаете важным и от них заходите со своими стопами и соответственно теками либо вы торгуете получаете доступ к международному фьючерсу и торгуете на нем это может делать с помощью американских площадок с помощью международных брокеров можно это сделать соответственно тогда вы будете нашу биржу исключите из этой цепочки и будете торговать на том фьючерсы и анализировать его же уровня я считаю так а вот это скрещивать одну биржу с другой идея плохая запутаетесь лучше идти по пути вот наименьшего сопротивления данной ситуации дальше так вот вопрос такой есть что такое торговая стратегия как ее выбрать для себя и описать ну здесь есть много 7 синонимов торговая стратегия торговая система смотря что вы имеете ввиду да вот торговая система это свод неких правил страду торговая стратегия торговая стратегия это может быть именно вот да слово стратегии если вдаваться то некое стратегическое видение вашей торговли на будущее Стратегия. Стратегия, которой вы придерживаетесь. То есть, стратегия может быть внутридневной торговли, стратегия между дневной торговли, стратегия работы на инвестициях, стратегия работы на российском рынке, на криптовалютном рынке. В целом, стратегия, то есть, долгосрочный такой взгляд на ваше поведение в финансовом мире. Я бы так охарактеризовал. Вам нужно определиться, на каком рынке вы планируете торговать, какими инструментами вы планируете торговать, в каком таймфрейме, то есть, внутренние дня, либо между дней вы планируете торговать, либо инвестировать, либо комбинировать эти способы заработка на финансовых рынках. Вот это, на мой взгляд, стратегия. Если говорить о торговой системе, торговая система представляет из себя конкретный свод правил по входу и выходу из сделки. То есть, она включает в себя определенный размер стоп-лосса, определенный размер тейк-профита на каждом вами торгуемом инструменте. На РТСе, на долларе, на нефти, на биткоине. На каждом из них есть определенные стопы и теки. Затем, опять же, таймфрейм. То есть, ряд таймфреймов обычного трейдера, за которыми он следит. К примеру, внутридневный трейдер. Минутный масштаб, трехминутный масштаб, пятиминутный масштаб. Все. Допустим, междудневный трейдер, пятнадцатиминутный масштаб, часовой, двух-четырехчасовой. Ну и более глобальный трейдер, уже дневки и выше. То есть, вам нужно занять определенный кластер, чтобы не путаться, не перебегая с одного таймфрейма на другой. Значит, дальше определить количество инструментов. Большое количество инструментов поначалу торговать не рекомендуется. Опять же, тоже запутаетесь. Последствия. Вы следите за многими инструментами, но в моменте тоже торгуете одним. Это все свод правил. Торговая система. Также она из себя представляет точки входа, сигналы для входа, сигналы для выхода. Сигналами для входа являются определенные торговые формации, закономерности. И которые за дня в день появляются на финансовом рынке. То есть, пресловутые голова с плечами, двойная вершинка, двойное донышко, удержание тренда и ряд других, которые представлены на просторах как интернета, так и конкретно у нас на обучающих программах. Есть конкретные формации торговые, есть определенный свод, которыми мы пользуемся, которые подробнейшим образом описаны с точностью до точки, до запятой, когда входить, на какой минуте, на какой секунде формирования свечи. То есть, какой он должен быть размером, недоходы, переходы. Все регламентировано, все описано. Этим вы пользуетесь, зная нашу торговую систему. У вас есть сигналы на вход. Соответственно, сигналы на выход – это обычно take profit, который определенного размера, как я уже сказал, либо stop loss, либо есть различные прочие сигналы к выходу из позиции. К примеру, так называемые точки сохранения прибыли, встречная формация, либо графическая цель, важные уровни предыдущих торговых сессий. То есть, и у вас появляется описание торговой системы на бумаге, где вы пишете, там, абзац, какие торговые формации вы используете, большой абзац. Затем, в какое время вы торгуете, то есть, торгуете ли вы на утренней сессии, на вечерней сессии, либо пользуетесь только основной. Затем, какие у вас stop loss по каждому инструменту, какие у вас take profit по каждому инструменту, какие варианты есть закрытия позиции, кроме stop loss и take profit. Дальше, как вы можете увеличивать профит в сделке, там, каскад и прочие другие наши ухищрения для того, чтобы вытянуть максимум из хорошей сделки. Затем, волатильность, как ее считать, на что она влияет, при какой волатильности вы не торгуете по инструменту, при какой волатильности вы наоборот не то что торгуете, но ставите больше take profit и пытаетесь растянуть, пытаетесь каскадом максимизировать take сделки. Вот эти все правила, которые должны быть у вас четко формализованы, описаны, они, собственно говоря, и представляют из себя торговую систему компании Xelius. И торговую систему нашу вы можете познать на курсе, либо нашем основном трейдинг на миллион, либо Day Trading Pro, курсе повышения квалификации. Ну, уже для таких практикующих торгующих трейдеров он существует. На каждом из них подробнейшим образом мы трейдеров просим изложить свое видение торговой системы, исходя из лекционного материала. Ну и дальше вы это все дело записываете, мы проверяем, вы берете в работу и дальше торгуете по этим правилам. Это что касаемо торговой системы. Так, ну и вопрос, что важно знать новичку в рынке криптовалют, да, чтобы начать буквально. Ну, здесь вопрос-то популярный, да, и он такого общего характера. В целом, для того, чтобы начать на рынке криптовалют, вам достаточно зарегистрировать счет на бирже. Смотрите, значит, рейтинг топовых бирж, там, в момент, когда вы смотрите данное видео, да, то есть актуальных топовых бирж, и на топовых регистрируетесь. Ну, долгое время вот топовое место занимает Binance. Ряд других есть бирж, не хуже. Срегистрировались, дальше через peer-to-peer раздел перевели денежные средства. Все, у вас открыт биржевой счет, у вас есть денежные средства. Даже верификацию поначалу проводить не обязательно, процедуру верификации, да, для того, чтобы там лимиты какие-то большие иметь для торговли и для ввода-вывода средств. Вот, достаточно иметь счет, и первые свои сделки вы можете осуществлять. Это вот важно знать новичку, да, то есть затем. Новичку, конечно, важно понимать, что нужно пройти процедуру верификации для того, чтобы у вас были лимиты и не было каких-то ограничений. Затем, значит, важно не использовать торговые плечи для начала. Очень важно начинать торговать только на свои деньги, на рынке спотовом. Я рекомендую вот ланга, да, то есть просто что-то купить, почувствовать, так сказать, покупку, стакан, купить там кусочек биткоина, там, на пару тысяч рублей, да, там, эфириума и так далее. И последить, что с ним происходит. Снижаются они, повышаются ли они, привыкнуть. Затем нужно себе поставить TradingView, это такой онлайн терминал, изначально бесплатный, бесплатную версию. Дальше в Watchlist создать списочек криптовалют в нем и дальше периодически в ежедневном режиме за ними следить, как они движутся, растут они, падают и так далее. Значит, ну а затем по нарастающим. Затем вы уже осваиваетесь, да, первые какие-то сделки совершаете, первые шишки набиваете. Дальше вам становится интересно более подробно, да, какие биржи существуют, значит, какая лучше подходит для трейдинга, какая для инвестиций, как совершаются сделки там на приводах, которые подключаются к этим биржам, как они подключаются, как заводить, выводить средства из криптовалютного мира, да, какие сложности. А что такое технический анализ, как технический анализ используется на рынке криптовалют, есть ли разница какая-то особенности в сравнительном анализе с международными финансовыми рынками, российским, американским, да, в сравнении с криптовалютом. И куча у вас возникает дополнительных вопросов. Вот. Вот это такой базовый путь, в принципе, на рынке криптовалют. Я начинал рынок криптовалют изучать в 2017 году. Ну, путем покупки купил себе биткоин, купил себе эфириум, купил себе лайткоин и дальше смотрел, что будет с ними. Ну, тогда повезло, все сильно выросло. Первый опыт был положительный. Вот. Но не у всех так бывает. Поэтому нужно понимать, какая стадия рынка сейчас, да, рынок сейчас дорог или рынок дешев, да, покупать сейчас стоит с инвестцелями или нет. То есть, вот эти все нюансы важны. Если у вас есть с ними сложности, у нас есть базовый курс по криптовалюте, специально сделанный по вашим заявкам. Называется он «От нуля до первой криптовалюты». Вот. Буквально там от 1000 рублей у него стоимость. Купили, за недельку прошли, уже первый, значит, опыт у вас появился. Первые знания плюс видеозапись. Вы можете всегда его повторить по сто раз хоть. Некоторые, не бойтесь, по сто раз повторяют материал, потому что он новый, неизведанный. И дальше это помогает трейдерам как-то, ну, завестись в этой незнакомой деятельности, понять, что и вообще интересно или нет. Если хочется более глубоко, и может быть вы уже практикующий трейдер, значит, слушайте этот вопрос, но вы уже практикующий трейдер, тогда мы вас приглашаем на криптовалютный интенсив, который, соответственно, позволяет уже понять конкретно торговую систему, паттерны, формации торговые, все то, чем мы пользуемся в ежедневном режиме, с точки зрения и анализа различных трейдерских ресурсов, и в режиме реального времени, какими торговыми формациями пользуемся для достижения результата на финансовом, вот этом криптовалютном рынке. Какие стоп-лоссы ставим, какими криптовалютами торгуем, где их храним, да, то есть биржа, кошелек есть, можно хранить на холодном, на горячем кошельке, онлайн, либо на бирже, много вариантов. То есть крипта, рынок очень такой широкий, много бирж, много всего непонятного, и легко ошибиться. Поэтому проводника себе нанимаете, он вас ведет аккуратненько, чтобы вы не туда не наступили и не оступились, чтобы у вас, как бы, первая ваша боль, ошибки, грабли, на которые многие наступают, чтобы они вам не отбили охоту заниматься криптовалютным рынком. А рынок очень прибыльный, очень много денег там зарабатывается, даже больше, чем на классическом финансовом рынке, из-за высокой волатильности. Вот, поэтому делайте свои первые шаги, а если понадобится помощь, вы знаете, где нас найти. Конечно же, по ссылочке под данным видео. Что ж, на этом на сегодня все. Спасибо за внимание, задавайте вопросы, и до новых встреч. Всем пока.